Прочитав житие святого Филарета Милостивого, возникло недоумение. Действительно ли должен христианин быть настолько милосердным, чтобы отдавать последнее нуждающимся за счёт доведения до нищеты и голода своей собственной семьи? Разрешите, пожалуйста, мои недоумения, ведь житие этого святого признано как образец милосердия. Есть старинная латинская пословица, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. С чем это связано? Случай с этим святым историевым развития, она связана с тем, что он упражнялся в милосердии многие десятки лет. И не сразу пришёл к тому, к чему вот он пришёл, и что пугает читающего. Таких святых угодников за всю двухтысячелетнюю историю христианства было меньше, чем пальцев на одной руке. Вот. Поэтому опасности тут никакой нет. Даяние должно быть доброходным. И подражание, оно должно идти по направлению этого подражания. Оно не по буквальному исполнению. Чтобы достичь такого милосердия, нужно очень долго упражняться и к этому расти, когда для человека это будет не насилие над собой, а органическое проявление, которое с чем связано. Есть такое выражение – рука дающего да не оскудеет. Бог очень хочет продолжать свою миссию. Ну, например, помогать вдовам, которые лишились единственного сына. В сегодняшнем Евангелии это замечательным образом показано. Он на все времена дал пример. Но ни один из людей не может воскресить умершего сына, который уже хоронен. Но каждый человек может помочь тем, чем он может, вдове, потерявшим и потерявшей единственного сына. Каждый может подумать, а если ума нет, можно к ней прийти с цветами, может быть, спустя 40 дней искать милые виды. Чем тебе помочь? Мне там вот есть такая потребность. Я там человек небогатый, ну, если хочешь, я тебе оплачу, допустим, и автошколу, и подарю тебе автомобиль с гаражом, и буду обслуживать этот автомобиль, и заправка на мне. Допустим, чтобы ты могла по своим делам передвигаться, и даже работу найти. Одного отвезла, другого, у тебя будет копеечка на жизнь. Может так сделать человек? Может, конечно. Пусть не воскресить, но некоторым образом отвлечь ее от этого горя. Можно, можно. И так далее, и так далее. Но вот это все милосердие растет в человеке не сразу. Вот. А постепенно. Это начинается с конфетки, которую маленький ребеночек угостил своего дедушку или двоюродного брата. Родители должны учить. А когда он это сделал сам, уже без подсказки, его еще и похвалить. Что вот молодец ты, хороший, добрый мальчик. Так потихонечку пройдет 40 лет, и он будет способен. И вот Господь, который хочет, чтобы все его чадо были милосердны, он всегда такого человека награждает. Поэтому никогда такой человек никогда не разорит свою семью. Господь ему восполнен. Наоборот, Господь через него действует. Рука дающего, она не узкодевает то, что Господь в этом всегда участвует. Но чтобы иметь возможность отдать последнее, для этого нужно очень крепко верить в Бога. И десятки тысяч раз убедиться в том, что Господь не только восполнит, но и даже даст вдвое. И тогда ему вообще человеку нечего бояться. Сам Господь учил. А ты о завтрашнем нет, не забудьте. Вот у тебя есть, а ему надо. Если ты веришь Слову, Писанию, то давай действуй. Но если жалко все отдать, ну отдай половину. И Господь обязательно восполнит. Никогда еще и щедрый человек вообще не голодал. Я чего-то такого не встречал. То есть человек должен упражняться всю жизнь в этом милосердне. А прежде чем он достигнет того, что достигли святые, которые прославились своим милосердием, и их именуют милостивые. Там Филарет милостивый, Павлин милостивый, там Юлиания Лазаревская. Многодетная мать творила огромную милостыню. Вот показывает Господь на этих святых людях. Да, но веры-то такой нету. Все дело в вере. А не в том, что эти люди там очень опрометчивые, нерасчетливые или сумасшедшие. Всегда вот таких людей, их всегда укоряют. Потому что у них-то есть опыт общения с Богом. Да ничего, Господь воздаст. А им это неведомо, потому что им-то не воздает. Потому что они никому не дают, они жадные. И они-то с носом-то и остаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok